Для советских солдат-зенитчиков нет укрытий. Они смотрят в глаза летящие на них смерти. Кадры черно-белой кинохроники. О Сталинградской битве сегодня сложно рассказать что-то новое, однако не менее важно передавать информацию от поколения к поколению. Ее хранители, сотрудники Центральной библиотеки, урок, посвященный переломному сражению Великой Отечественной войны, проводится по инициативе молодежных активистов. Чтобы школьники не забывали историю, чтобы они ее знали, помнили, гордились подвигом нашего народа, потому что если мы не будем знать нашего прошлого, и какое же тогда у нас будет будущее. После зимнего отступления под Москвой немецкое командование решило нанести удар по экономике, захватить нефтяные месторождения Кавказа, выйти к Волге, важной транспортной артерии. Кроме того, город, который сегодня называется Волгоград, тогда носил имя Сталина, а это уже идеологический удар. В конце лета 1942 года немецкая 6-я армия вошла в город, завязла в жестоких уличных боях. Был момент, когда под контролем советской армии оставался крошечный пятачок земли у Волги. И в Берлине уже было объявили о победе. Однако в декабре, в результате операции «Уран», немецкая 6-я армия оказалась в окружении. Попытки ее деблокировать были безуспешны. Снабжение по воздуху было прервано. 2 февраля группировка под командованием фельдмаршала Паулюса капитулировала. На стенде в школе номер 30 информация о битве, которая, как говорят историки, обозначила окончательный перелом в Великой Отечественной войне. Потому что если бы наши не выиграли, сейчас бы неизвестно, что с нами было бы. И это, ну, гордость важна для нас. После поражения в Германии был объявлен трехдневный траур. Король Великобритании Георг VI подарил Сталину специально выкованный меч. В мире пересмотрели взгляды на возможности советской армии и народа в целом. Данный фактор в той или иной степени до сих пор учитывается политиками во всем мире.